Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих, садоводов и огородников. Сегодня снова я возвращаюсь к теме, как вырастить большое количество рассады томатов для продажи, не имея теплицы. Я уже сняла два видео на эту тему, но сейчас для тех, кто не видел предыдущие видео, а включил именно сейчас, вот с этого выпуска начинает смотреть, я быстро-быстро пробегусь, расскажу про то, о чем шла речь в предыдущих двух видео. Все это будет очень быстро. Я там рассказывала, что я показывала в прошлом году, как я выращиваю рассаду для продажи на улице, в тоннелях. Были видео прошлогодние под названием «Сибирские томаты пережили мороз минус 4 без дополнительного подогрева». Там я снимала их, когда было похолодание, у нас все снегом было завалено, а уже рассада была в тоннеле. Потом было окончательно, ну между ними еще было несколько видео, потом окончательное видео я снимала. Рассада томатов в тоннелях пережила все заморозки 2017 года, где я показывала уже подросшую рассаду. И вот многие огородники заинтересовались этим методом, попросили меня рассказать об этом более подробно. Потому что у нас очень много трудолюбивых людей, и выйдя на пенсию, они не знают, чем себя занять. И не против были бы, например, заняться выращиванием растений и продажей, как дополнительный заработок использовать свой участок. Но так как я решила осветить эту тему со всех сторон, то рассказывать начала все до мелочей, и мне пришлось даже снимать несколько частей видео. Вот первые и вторые, как я уже говорила, я сняла. В первой части я рассказывала, как я начинала вообще свою огородную историю, чтобы все начинающие огородники понимали, что все проходят период обучения ошибок. Я рассказывала, как у меня сначала не получалось ничего, потом все изменилось, начало все стало расти, как в сказке. Стало удаваться, получаться. Но только после того, как я поняла, что прежде чем ожидать богатого урожая, нужно сначала отдать свой труд, свою заботу, полюбить растения. Также в первой части я подробно описывала, как устроен тоннель. Я вот показывала чертеж вот этот. Рассказывала, как устроен тоннель, на каком расстоянии я выставляю дуги, все, ширину грядки, про внутреннюю, внешнюю дугу. Вот этот схематический чертеж все подробно объясняла. И во второй же части, а во второй части я уже рассказывала о сортах. Я сейчас это ничего не буду повторять, просто рассказываю, что уже было рассказано о сортах, пригодных именно для выращивания в этих тоннелях и о схемах посадки. Вот я показывала грядку, на каком расстоянии все это делаю. Это было во втором. Я называла все сорта, перечисляла, которые я использую, и которые имеют только толстый мясистый стебель, что это демидов, настенька, алтайский, жиростойкий, сибирская тройка, метелица, петруша, яблоки на снегу. Все, все это я во второй части говорила очень подробно. Если кому интересно, отматывайте назад, смотрите. Главный вывод из второй части, что только те, которые изначально не вытягиваются в рассаде, можно применять. Я говорила, что, конечно, у меня половина сортов сибирские, местные, но у каждого в регионе найдутся такие сорта, которые вы сможете поэкспериментировать и адаптировать к выращиванию в тоннелях. Во второй же части я назвала и сроки пассивов. Вот сегодня мы, наконец, добрались. Уже много вопросов приходит насчет вот этого покрытия. Вот у меня тут даже лежит уже вновь купленная нитканка. И именно в третьей части я всем говорила, что я буду рассказывать, какие укрывные материалы я использую и как я их закапываю, чтобы получить термостоннель. Вот как всегда я нарисовала схему. У меня схемы, конечно, все самодельные, так что не обессудьте, но все понятно будет. Чтобы вам было проще все понять. Вот в первый день после посадки сеянцев, вот я грядку высадила, все натыкала, как я перед этим рассказывала. После высадки я выставляю сначала только одну, вот эту, внутреннюю дугу. Потому что вы понимаете, что посадить, например, даже одну грядку, вот у меня тут полторы тысячи, полторы тысячи штук на одной грядке. Вот пока ее промаркируешь, дырки сделаешь, высадишь. И потом не успеть и закрыть первую дугу, и закопать, и потом внешние дуги. У меня получается так, что вот одну грядку сделала, выставила внутреннюю дугу, все это утеплила, закопала, все, а не в домике. Тогда на следующий день можно выставлять вторую внешнюю дугу. Вот почему я так делаю, я сказала, только из-за времени, из-за того, что я просто не успеваю. Вот грядку, когда мы высадили, вот рабочая поверхность, я там говорила, от этого расстояния, вот где последний сеянец, отступаете 10-15 сантиметров и втыкаете сюда, и тут также отступаете. И вот эту дугу заглубляете. Эта дуга будет низкая, она намного ниже той внешней, достаточно 80 сантиметров, метр. Следующая у меня всегда выше стоит. Я, вот отступая 10 сантиметров, втыкаю сначала две по торцам, первую и последнюю. Первую и последнюю я... А, вот тут от края тоже отступаю сантиметров 10-15, потому что если быстро будет близко пленка, они могут подмерзнуть. Отступаю, и вот эти контрольные две дуги я вставляю. Все, у меня вот это вот, я ограничила эту территорию. Потом я высчитываю, вот сколько у меня дуг, каких, сколько. И вот это вот расстояние делю, примерно на 80-90 сантиметров, метр. И начинаю ставить сначала металлических несколько штук, а между ними пластмассовые. Вот в перемешку я вам даже написала, вот металл, пластмасса, металл, пластмасса. Почему я так делаю? Металлические дуги у меня из прутка. Так вот солнце лучше. Они из прутка, они очень дорогие. И если так, как у меня много тоннелей, если все делать из металлического прутка, получится дорого, вот это все оборудование. Они дороже пластмассовых, но они зато, как прочные, они держат форму. Первую и последнюю обязательно пластмассовую, именно толстую, или арматура, или пруток. А потом между ними выставляем половину пластмассовых. Железо держит форму, пластмасс не дает вот этой пленке туда прогибаться, опускаться. Все пластмассовые тоже нельзя. В май, в жаркую погоду, они нагреваются, черные пластмассовые вот эти дуги. И они деформируются, они начинают прогинаться туда. Если не будет железной пленки, у вас не будет вот этого прочного каркаса. Все. Когда я вот это все положила, впереди, вот здесь видите нарисовано, впереди закрепляю, кидаю эту вот первую нетканку, прям поверх, хоп, и кинула. Вот она, она у меня нарисована. Придавливаю впереди и сзади этими поребриками. Ну, тротуарные поребрики бетонные. Все. И вот дальше идет самая кропотливая работа. Это я пришиваю. Я пришиваю, вот здесь я показала вам. Вот здесь пришиваю, и вот здесь пришиваю. Если у вас там есть помощник, он может вам помочь. Например, можно сразу с двух сторон. Я когда, ну, я шью всегда одна, потому что я никому это не доверяю. Пришиваю только к первой и последней дуге. Времени это уходит много. Но после этого, вот когда вот здесь мы закрепим, можно спокойно потом вот эти края будет открывать. Обычно, если вот здесь не закреплено, край вот этот, если потом смотреть летом, или поднимать, открывать, если мы его откроем, и здесь не будет вот такого прочного, фиксации прочной, то эта пленка будет, как, смещаться, короче, опадать. Все, когда я вот это пришиваю, сверху можно уже и полиэтилен тоненький бросать. И я когда не тканку, тонкую самую, и полиэтилен тонкий, для первого слоя использую, когда я их друг на друга наложу, потом я их уже вместе, как один слой. Но уже не разъединяю, я и закручиваю их вместе. И здесь закапываю их вместе. Все. После того, как я положу полиэтилен, тонкий полиэтилен, можно начинать прикапывать. Но так как длина обоих полотен одинаковая, и очень широкие, они всегда трехметровые, но идут 3 или 3,20, то вот эту длину, это на ваше усмотрение можете, или после того, как положите, увидите, что у вас лишнее, вот это обрезать. Или сразу в начале работы, ткань, немножко в ширину, как уменьшить надо ширину, вот такая вот длина, но мы закапываем. И видите, вот здесь вот рулончик, все. Я вот эту всю лишнюю длину, вот так вот скатываю в рулончик, досюда. Здесь, по всему периметру, делаю небольшое углубление в земле, ну как траншейку такую, откидываю землю, туда заглубляю, вот это вот, а забыла сказать, что закручиваю на помидорные палочки, вот сюда ложу помидорную палочку, и вперед пошла, пошла, пошла колышек, сюда уложила землей, мы закидали, все. Вот самое главное, вот это у кубка. Длина, сейчас расскажу еще про длину, длина вот этого полотна, ее посчитать, вы можете по своей грядке, вот у меня, если 8 метров, прибавляю еще метр, вот на торец, тут метр, и там метр, два торца, и вот здесь на запас еще 30-40 сантиметров, у меня получается, что 8, 9, 10, 10 метров 80 сантиметров, вот я уже купила, в этом году, на два тоннеля, вот она пленочка, беру не тканку, самую тоненькую, только для того, чтобы она дублировала полиэтилен, держала форму, и вот ее цена, сейчас скажу вам, вот у меня на 2, я купила тут 25 метров, на 2 грядочки, на 2 тоннеля, 415 рублей, получается, на 1 тоннель 200 рублей всего, расход вот этой нетканки, дальше там про следующее укрытие, я буду дальше говорить, но вот сейчас мы говорим, именно вот про первый слой, первый слой у меня идет двойной, нетканка и полиэтилен, варианты могут быть разные, если, например, у меня не оказалось нетканки, один год я клала просто полиэтилен, клала полиэтилен, его также закапывала, здесь потом просто делала прорезь, и все, раз нету нетканки, нетканку в чем хорошо, что ее можно полиэтилен откинуть, а ее оставить в прикопе, и она будет и проветриваться, и ничего не будет съезжать, с места упадать, вот, про ширину сказала, что надо убавлять, или заматывать, и почему не использую я толстые материалы, вот именно в первом слое, чтобы сделать из тоннеля термос, создать там прониковый эффект, нам нужно просто, вот, сделать непроницаемым, все вкопать в землю, толстые, как толстые пленки, здесь необязательно, с толстыми неудобно, вам будет вот эти вот, закапывать тут в тоннеле, она вся коробится толстая, а эта тоненькая, она прям как материал, как тряпочка, как ткань, вы ее закопаете, все, ну и для того, чтобы создать парниковый эффект, нам не нужно вот эту толщину, нам нужно просто непроницаемость, если вы, тут главное, хорошо закопать, если вы прекрасно, хорошо закопаете, даже вот здесь вот, можно немножко потоптаться, вот по этой, где будет земля, потопчетесь, тонкая пленка, облегчает нам просто работу, и не тканку я беру тонкую здесь, и полиэтиленовую тонкую, если захотите, если будет мороз, потом на вторую, на наружную дугу, можно любой толщины ложить, и просто придавливать, там уже не надо будет, ни закапывать, ни ничего, вот если погода стоит тихая, безветренная, я больше ничего не делаю, до следующего дня, если ветрено, то поверх вот этих вот, моих укрытий, если я боюсь, что унесет, то можно поставить еще одни дуги, воткнуть, но сверху вот, три или четыре дуги поверхностные, чтобы они как прижали, как прищепками придавили, это все укрывное, но на следующий день, если выставлять вторые дуги, то вот эти вот, которые держали от ветра, мы их убираем, потому что они там не нужны, вы же понимаете, что когда второй наружный слой выставим, и накроем, тут уже будет не ветра, ничего, будет очень там тепло и тихо, вот бывает, что у меня тоннель вот так вот, с одними дугами стоит продолжительное время, я смотрю на прогноз погоды, ну и внутренние дуги, всегда укрываю только тонкими материалами, поэтому и получается, что не очень тяжелый этот труд, один раз пыталась толстым, я замучилась, и больше одного тоннеля не захотела делать, потому что просто не хватило сил, они сложные, главное соблюдаем главную цель, создать парниковый эффект, все, там потом наружнее можно и во время мороза, и тряпками прикрыть, и одеялами, люди делают всяко покрывалами, еще раз я вам хочу повторить, что вот зачем я все это делаю и мучаюсь, именно потому что рассада на улице получается более качественная, именно для торговли, она не вытягивается, она такая крепенькая, вот этот прохладный климат не дает ей сильно как жиреть, не происходит жирования томатов, как вот в теплице, зелень потом нарастает, и во-первых она очень такая ярко-ярко-зеленая, и эта рассада получается у нас очень хорошо закаленная, что нравится людям, вот у меня уже вопросы поступают, куда девать такое большое количество рассады, вы знаете, скажу вам секрет, если у вас рассада будет отличного качества, закаленная, во-первых вот эта рассада из тоннеля, она даже не болеет при пересадке, ей ведь все равно, она и до этого была на улице, и ее высадят тоже на улице, ни солнечных ожогов, никаких болезней, ничего, она очень закаленная, и поверьте, я говорю, что люди когда узнают, прочувствуют качество вот этой рассады, что вы их избавляете от многих проблем, они сами к вам встанут очередь, за вашей рассадой, еще будете запись вести, за несколько месяцев вперед, так что сбыть качественную рассаду, это не проблема, проблема продать хилую и больную, ту, которую выращивают некоторые на окошечках, вот, я про первое укрытие вам сказала, про пленки, что только тонкие пленки, тонкий укрытной материал, если у вас, например, ожидаются похолодания, и вам необходима вторая часть, то вторую часть можете выставить, вот, ну, внешнюю дугу, прям сразу на следующий день, по этому же принципу, выставляете дугу, накрываете пленкой, придавливаете какими-то грузами, и сверху, или перетяжки, вот мы иногда веревочные перетяжки, даже с кирпичами, с полторашками, если есть лишние дуги, лишними дугами закрепляем, все это несложно, ну, конечно, трудоемко, и вот все выводы, которые по этой теме, кто не видел предыдущие, я сейчас повторю еще раз, вот после первой части я говорила, что экспериментировать можно и нужно, иногда вот эти наши результаты, наших экспериментов, превосходят все ожидания, я раньше даже не думала, что на улице рассада получается, намного более качественная, чем дома, теперь я в этом уверена, и всем это могу доказать, хоть, ну, как на своем примере, но при этом, есть всегда риск потерять все растения, если вы расположены, и ваш регион в зоне, в зоне рискованного земледелия, если будет мороз, минус 10, вряд ли вы их сохраните, если у вас не будет какого-то подогрева, но подогреть тоннели очень сложно, особенно такие большие, как у меня, природа непредсказуемая, и все, кто хочет попробовать этот метод, должны быть готовы, к отрицательному результату, и нужна, еще раз повторю, крепкая нервная система, если вы не оптимист, если вы не такой вот, как, лучше не беритесь, можете получить действительно неприятность, и навсегда вы не захотите больше вообще ничем заниматься, если у вас, например, замерзнет 2-3 тысячи, это, конечно, будет шок, технология выращивания, еще раз повторю, очень проста, нужно только трудолюбие, упорство, а трудолюбивых людей у нас очень много, и некоторые хотят даже, ну, с риском заняться, что-то получить, какой-то новый результат, начинать, конечно, им лучше с малого количества, высадите одну грядку, даже не 8-метровую, можно 4-метровую, укройте, как я говорила, закопайте, во время мороза покрывалом, одеялом прикройте, я уверена, что они выживут, не знаю, у меня все выживают, осваивать новые способы выращивания, я рекомендую, только после детального изучения, все посмотрели, все чертежи рассмотрели, после второй части, я всем говорила, что не нужно выращивать в тоннелях, высокорослые сорта, это нужно запомнить, чтобы не было неприятностей, не высаживать на одну грядку, разные сорта, если они имеют разную высоту рассады, и незакаленную рассаду, высаживать в тоннеле, тоже нельзя, перед высадкой, ее немножко нужно на улице, несколько дней подержать, не загущать посадки, выдерживать расстояние между сеянцами, обо всем этом во второй части я уже говорила, и вот после третьей части, заключительной, я хочу сказать, что устройство тоннеля, это не сложное дело, главное только захотеть, ну конечно трудоемкое, укрывные материалы используются самые дешевые, вот я вам показала, не тканка 200 рублей, по такой же цене, купите 10 метров тоненького полиэтилена, еще 200 рублей, так у вас там 1500 корней, я не знаю, какая у вас рассада на базаре, но цены никогда дешевые не были на рассаду домашнюю, и главное в этом, как сказать, вот в устройстве всего это, особенно первый слой, это не толщина, а именно многослойность и непроницаемость, чтобы туда дырочек не было, чтобы мороз туда не заходил, там земля прогреется в теплые дни очень быстро, и это тепло у них останется, там будет земля даже горячая, им будет намного теплее там, в холодные ночи, чем всем остальным, конечно, потребуется упорство, первый раз может и не получиться, а в остальном я повторюсь то, что говорила и в первой, второй части, если есть желание, значит будет и результат, лично у меня всегда все задуманное получается, как это звучит, это конечно не очень оптимистически, когда я говорю, если не с первого раза, то со второго, если уж не со второго, то с десятого, но нужно добиваться своих целей, раз несколько попробуете, потом будете специалистом в выращивании рассады, все пойдет как по маслу, желаю всем удачи, советую учиться на чужих ошибках, именно на моих, до свидания, если какие-то там у меня еще, вспомню какие-то важные нюансы, я может быть потом дополнение, не четвертую часть, а просто дополнение, вот буду высаживать, когда вспомню что-то, без чего вот без этого знания, например, не вырастить, или там не получится, или какой-то еще один секрет, я сделаю небольшое дополнение, но уже тогда, когда буду садить, потому что зимой сложно все вспомнить, я же ничего не записываю, до свидания.